Я знаю очень много ругательных слов, состоящих из трёх букв, но чаще всего я и все люди, вообще живущие не только в нашей стране, используют одно слово – ЖКХ. Досмотрите эту программу до конца, и вы поймёте, почему это слово ругательное. Эта программа проверена. Здравствуйте. Ну пойдёмте, расскажите, что случилось. У вас тут несколько магазинов, несколько подвалов, да, я так понимаю? Да, да. И всё это, естественно, приносит деньги, и могло бы приносить деньги вам, как собственникам. Но у нас не открыли счёт. То есть он сдаёт в аренду вот эти подвалы под магазины? Он продал их, он их продал. Он – это директор управляющей компании. Собственники квартир, говорят, её не выбирали. Компания досталась им сразу после сдачи ЖКХ в эксплуатацию. От застройщика. Застройщик, сдав этот дом в эксплуатацию, вам, как собственникам, сразу навязал вот эту управляющую компанию с директором во главе человека, которого вы обвиняете в подлоге документов, по сути. Те застройщики, которые построили дом, оставляют после аффилированную компанию управляющую, которая, пользуясь тем, что многие жильцы неведении, хотят поскорее получить ключи, навязывают свои условия. И от таких компаний пиявок очень тяжело избавиться. Наше имущество, кондоминиум, мало того, что оно распродаётся вообще непонятно куда и как, собственник становится частником, а это подвальное помещение, то есть нам нету доступа. Здесь была парикмахерская, теперь они её закрыли. И вот это вот, видите, ателье, оно закрытое. Это всё сдаётся отдельно. Да. Магазин тут два, я смотрю, да? Там лоб, вот трубы. Хотя пожарная безопасность была вот здесь, какой-то контроль? Не знаю, я вот сколько не... По-моему, тут никто не был вообще. Ничего себе у вас тут это, подвалы. Насколько вообще правомерно делать именно в подвалах? Вот магазины, всякие ателье и прочее. А у вас наверху тех этажек? Они тоже проданы. На 10-й. Напомню ещё один важный момент. Подвалы, чердаки, кладовки, лестничные пролёты – это всё общедомовое имущество. Сдача этих объектов в аренду требует согласия две трети собственников, а при продаже необходима регистрация кондоминимума и письменное согласие всех владельцев квартир. Вы подписывали? Нет, никто не подписывал. Но он говорит, что у него 100% подписи наши есть. У нас есть пункт первого собрания, протокол первого собрания, в котором указано в четвёртом пункте. Предоставить права управляющей компании на постоянное использование, эксплуатацию и сдачу в аренду помещений технические, подвальные. Он начал на основании этого продавать наши подвалы. Мы собрали собрание, пригласили туда смажелиса Мираса Шакенова, Акимат представители были. Присутствовал Женебек сам. И он нам предоставил поддельный протокол, в котором четвёртый пункт, который я сейчас зачитывала, состоит о передаче имущества кондоминимума. Заявление серьёзное. Искать правду жильцам теперь придётся только в суде. Но как вообще можно было подделать такой документ? Протокол обычно подписывается только председателем, и секретарём заседания общего собрания, только двумя этими лицами. И туда можно втиснуть любой пункт. Но эти вопросы, когда касаются общего имущества, необходимы согласие всех собственников. То есть к этому протоколу обязательно в качестве приложения должны быть опросные листы. Мы отправились в офис компании в рабочее время, чтобы убедиться, так ли это на самом деле. И действительно директора не нашли. А скажите, директор здесь, бывают здесь, нет? Бывают. А что сейчас нет? Вот сейчас вакимате. Люди жалуются, что вы им счета не показываете, куда расходуются их средства. Мы недавно только работаем. И они уже ушли давно. А у вас сменилось руководство, что ли? Мы поменялись все. Ну, вот самая удобная позиция. Сказать, что мы все здесь недавно работаем и ни за что не отвечаем. Но мы решили просто так не сдаваться и всё-таки найти неуловимого директора. Настойчиво звонили в течение получаса. Телефон никто не брал, но когда мы уже собрались уезжать, перезвонил. Извинился, сказал, что был на совещании. Ну, а вот эти вот магазины, которые были проданы подвалы, нам сказали... А, они не проданы, там ничего не продано. Ничего не продано? Нет, ничего не продано там. Сейчас мой юрист готовит документы, хочу и спадать на них там. Что, заложенную информацию, что ли? Да, да. Вот такой интересный поворот событий. Вот у него я покупала тоже этот подвал, приходила. Он ко мне потом сам домой прибежал и говорит, 30 тысяч давай, сейчас я тебе отмерю, и вот это будешь строить себе кладовочку. Платили ему по 100 тысяч, кто-то 120, кто-то 100 тысяч. И им предоставляли эти кладовки. И чека вам никто за эту аренду не предоставляет? Нет, нет. То есть даже если вы платите, эти деньги не шли на нужды дома? Нет. А куда деньги уходили? Подожди, теперь, что касаемо, они оплачивают 30 тысяч деньги, это на 5 лет. У них там свет есть, так? Они каждый еще чуть не будет там ставить. Свет домой, ОДН же я плачу, правильно? Это вот уходит туда. А с каких средств платите ОДН? С каких средств? Это вот с эксплуатационных расходов. Там есть некоторые арендаторы, которые мне 50% платят. Ну, так это же все... Нет, подождите. Так это же вы все же зарабатываете собственников? А как вы говорите, что вы платите? Вы лично там ничего не платите же. Нет, ну, понимаете, эти деньги я заработал, правильно? Ну, то, что директор здесь зарабатывает, никто и не сомневался изначально. Интересное объяснение мы получили на вопрос, где деньги за аренду подвальных помещений. Аренду они вот только начали платить. Просто, понимаете, эти подвалы были в черновом варианте. Ну, сами знаете. И мы как бы привлекли туда инвесторов. Они вложили туда свои деньги. Сколько они вот вложили денег? Допустим, 3 миллиона. Полтора миллиона, 50% я как бы туда на этот счет аренды. А, то есть они сейчас аренду как бы вам ничего не платят, получается? Да, сейчас у них вот эти ремонтные деньги, они сейчас отрабатывают, на них сидят. Видимо, на ремонт неизвестные инвесторы миллионы потратили, а то и миллиарды. Ведь собственники дома денег за аренду подвалов не видят уже третий год. После многолетних споров жильцы наконец приняли решение поменять управляющую компанию. Мы собрали собрание, о котором не было кворума. Мы собрали письменный опрос, опросными листами прошли. Люди проделали огромную работу, нашли всех собственников квартиры, даже тех, кто живет сейчас в других городах. Собрали подписи, но нынешняя управляющая компания не согласилась с решением жильцов и отправила встречное обращение в Управление контроля качества окружающей среды. К нам поступило обращение, что там не собственники подписались. А там по факту были, что не собственники, которые квартиры принадлежат к управлению строительства жилищей политики, к управлению соцзащиты, которые там подписали жители. А в редакции закона предусматривали, что арендаторы 36-я статья не имеют права голоса. Соответственно, мы посмотрели его и направили в департамент полиции города Наруслутан для рассмотрения в рамках своей компетенции. Он сказал завести уголовное дело и передать в департамент полиции на секретарей собрания, на председателя и тех ответственных лиц, кто ввел опрос по статье 385-й, фальфификация подписей. Жильцы, испугавшиеся, что на них теперь могут и уголовное дело завести, стали действовать решительно и отправились на прием к директору управления Кулушеву. Оказалось, он на больничном, но его зам все объяснил. Мол, специалистами управления был проведен анализ, и даже вот такой вот список квартир на листе А4 приложил. Когда нам дали эту бумажку, я даже читаю и сразу вижу свою фамилию. Я говорю, я сама собственница квартиры. Нет, вы говорите, нет, я говорю, это моя квартира, вот восьмая квартира моя. Они пишут, что вот, видите, не собственник. Они утверждают, что мы не собственники квартир, хотя я доказала, что я собственница квартиры. Люди к вам, если пришли за разъяснениями после официальных документов, то есть они имеют право получать вот такую Фелькину грамоту, что ли, в ответ, мне кажется, должны этим заинтересоваться соответствующие органы. Жителям, собственникам я бы посоветовала обратиться по этому поводу правоохранительные органы. То есть не управление качество должно направлять, они сами могут свои права защитить вот таким образом, обращаясь в департамент полиции. Поправки в закон по вопросам ЖКХ в стране уже начали действовать с января этого года. КСК нужно будет реорганизовать до 1 июля 2022 года. Это значит, нам всем пока остается только ждать, когда же новый закон начнет действительно работать. Ведь там, говорят, все четко теперь прописано, кто в доме хозяин. Ну, как говорится, поживем, увидим. А пока идем в суд и просим помощи через СМИ. Наши дома замечательные, замечательные люди. У нас лебеди тут летают, мы привыкли к нашей отдаленности уже района. У нас все хорошо, замечательно, у нас нет хозяйственника. Дайте нам, пожалуйста, возможность выбрать этого хозяйственника для того, чтобы наши дома не сыпались, не рушились, для того, чтобы у нас все было по закону. Редактор субтитров А.Семкин